Лето, солнце, берег Финского залива, и тут всплывает неожиданный вопрос. А можно ли сейчас прикупить участок земли напротив Зимнего дворца? Вас этот вопрос, безусловно, удивит. Заглянув в бюллетень недвижимости, мы охнем от цены за квадратный метр и начнем искать что-нибудь в другом месте, например, вот здесь, что-нибудь более приемлемое. А вот во времена Петра Первого можно было получить кусок землицы даром. Правда, для этого нужно было быть приближенным к императору или чем-то отличиться, и речь идет как раз-таки о земле, которая располагалась непосредственно напротив царской резиденции. И еще одно условие, на выделенных землях нужно было обязательно возвести дома, под то они и раздавались. Скажем, здание придворной капеллы изначально принадлежало гофхирургу, то есть придворному врачу Христиану Паульсону. И только потом он был продан архитектору Фельтону, автору северной решетки летнего сада. Или вот площадь Восстания, главная вокзальная площадь города. Возможно ли там сегодня прикупить землицы? А ведь Николай Первый отдал участок купцу Пономареву с товарищами для строительства гостиницы и торговых заведений. Теперь, когда вам известны такие факты, вы уже не удивитесь, узнав, что участки вдоль этого побережья Петр раздавал своим вельможам бесплатно. Тем самым преследовались три цели. Во-первых, чтобы они всегда были под рукой, а не где-нибудь у себя в поместьях. Во-вторых, он стимулировал их к переселению на финские берега, чего жаждали, как мы знаем, далеко не все. И в-третьих, он приучал своих подданных к большой воде. Ведь вначале было слово, и еще одно слово, и слова эти были «деньги и амбиции». И вместо набора научных статей о причинах возникновения Петербурга, можно ограничиться выше приведенным тандемом, который двигал прогресс на протяжении всей истории человечества. Самый простой и дешевый способ доставки товаров по воде был, есть, и что-то мне подсказывает, еще долгое время будет. Если у тебя есть выход к большой воде, ты в дамках. Если нет, плати тем, у кого он есть. Правила игры крайне просты, отсюда и война со Швецией за выход к морю, потому что война — это всегда про деньги. Но отвоевать ведь — это только полдела, а ведь душа. Душа просит чего-то такого. Известна фраза Петра Первого про то, что «хочу иметь сад не хуже, чем у французского короля», а это уже про амбиции. Соответственно, нужно застроить туристический портал, коим тогда являлся Финский залив, райскими садами. И началась сначала Стреллинская, а затем Петерговская и Раненбаумская история. А теперь самое главное. Как превратить своих граждан из пешеходов в покорителей морских просторов? Нужно снабдить их кораблями. Ну, не военными, а гражданскими. Или, как тогда говорилось, партикулярными. Для этого даже специальная верфь была построена. Она располагалась на территории нынешнего соляного городка на набережной Фонтанки. Выдать каждому по такому катеру – это как примерно Мерседесы сейчас раздавать. Но было одно условие. По первому же зову императора все должны были прыгать в свои плавсредства и совершать увлекательные прогулки по рекам и каналам Петербурга. А ведь иногда они могли продолжиться и до Кронштадта. Даже герб для нового города царь составил из двух якорей, чтобы уж ни у кого не оставалось сомнений, каков главный вектор развития новой столицы. Так что раздел прибрежной земли – это стратегический импульс. Поселившиеся здесь дворяне должны были волей-неволей превращать приют убогого Чухонца в новый парадис. На них, например, лежала обязанность поддерживать качество дороги, идущей вдоль Финского залива, каждому на своем участке. Существует версия, что именно в этот период и зародился термин «дача» от слова «дать». Так это или не так, на самом деле неизвестно. А вот официально это слово вошло в обиход в 1844 году с указом все того же императора о раздаче в городе Кронштадте, загородной земли под постройку домиков или дач для разведения садов. Оно присутствует, например, в официальном названии дачи мецената Павла Григорьевича Демидова, располагающейся буквально напротив жилого комплекса «Балтийская жемчужина». По соседству с этим микрорайоном есть немало архитектурных шедевров. Барочная усадьба канцлера Воронцова, паладянский гимн в камне графа Чернышева с прилегающим парком Александрина, место загородного отдыха Григория Потемкина, творение акваренги для княгини Воронцовой Дашковой, не говоря уже про великокняжеские дворцы. И как же повезло жителям Балтийской жемчужины, которые оказались с одной стороны на территории дачной местности, с другой стороны на исторической земле, которая определила концепцию развития не только Петербурга, но и всей страны. Ну и наконец просто в красивом и удобном для жизни месте.